Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 июня, Православная Церковь совершает праздник в честь обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. Святитель Леонтий – один из выдающихся архипастырей XI века земли русской. По словам святителя Симона, епископа Владимирского, которые можно считать достаточно достоверными, святой Леонтий был постриженником Печерского монастыря и по происхождению русский, а не грек, хотя родился в Константинополе. Промыслом Божиим будущий просветитель и апостол Ростовской земли проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия Печерских. Он был первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах, воспитавшего многочисленных святителей русской земли. От того Печерского монастыря, причистая Богородице, пишет святой Симон, мнозии епископы поставлены быша, и яка светила светлая, осветивша всю русскую землю святым крещением. Первый Леонтий, епископ Ростовский, священномученик, его же Бог прослави нетлением и бысть первопрестольник, его же невернее много мучивше убише. Свой равноапостольный подвиг священномученик Леонтий начал по возведению его в сан епископа в сороковых годах XI века и назначении на ростовскую кафедру. В ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель встретил жестокое сопротивление язычников, изгнавших двух его предшественников, епископов Феодора и Илариона. Закоренелые язычники и слушать его не хотели, но святой Леонтий, как добрый пастырь, решился положить и душу свою за спасение, врученной ему Богом паствы. Невзирая на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностно обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан из города, однако не оставил веренной ему духовной паствы и поселился недалеко от Ростова, где построил небольшой храм в честь архистратига Михаила. Святитель все претерпел и ревностно продолжал проповедовать веру, подтверждая истинность ее чудесами. К святителю стали приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий обучал детей началом христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое крещение. Закренелые язычники взволновались, их неприязнь к просветителю росла, и, наконец, собравшись огромной толпой, одни с дубинками, другие с оружием в руках, отправились они к собору, чтобы убить или выгнать Леонтия. Причт соборный испугался, но святитель был покоен и укреплял бывших с ним, говоря, «Не бойтесь, дети, без Божьей воли ничего они не сделают нам». Святой епископ Леонтий облачился в святительские одежды и приказал тоже сделать клириком храма. С крестом в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия, перед грозившись смертью, остановили возбужденную толпу, а исполненная благодатью его слово произвело на людей еще большее воздействие, и многие из них приняли святое крещение. С того момента святитель Леонтий стал более успешно утверждать свет христовой веры в земле Ростовской. «Тогда начал отходить от нас мрак идольский и воссиял свет благоверия», говорит древнее ростовское слово в память Леонтия. С проповедью о Христе, Спасителе, он обходил окрестную землю, и путь его отмечался утверждением православия в местах прежнего идолослужения. Апостольский подвиг святителя Леонтия увенчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит закоренелыми язычниками по указанию волхвов. Тело святителя было погребено в Ростове Великом, в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара в 1160 году этот храм сгорел, и по велению благоверного князя Андрея Боголюбского в 1162 году на месте прежнего был заложен каменный собор. 23 мая 1164 года по старому стилю при копании рвов нашли гроб, сказано в его житии Никоном-летописцем. Покрытый двумя досками, в недоумении открыли и увидели лице Леонтия, светящегося славою. Ризы на нем были, как бы вчера надеты. Сколько лет минуло, и не изменилось священное тело его. В руках у него лежал свиток с именами просвещенных им иереев и диаконов. Обретенные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на архиерейском дворе. В 1170 году, когда было закончено строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, гроб святителя Леонтия перенесли в этот храм и поставили в нише южной стены. Святой Леонтий, почти неизвестный при жизни, после смерти сделался таким славным и популярным, что кафедра Ростовская называлась кафедрою Леонтия-чудотворца При избрании новых епископов Ростову летописцы замечают, что поставлен молитвами святителя-чудотворца Леонтия, такой-то епископ. С молитвой ростовцы прибегали к святому Леонтию. У гроба просветителя ростовской земли совершались многочисленные благодатные чудотворения, свидетельства о святости жизни епископа Леонтия, чудесных исцелениях и знамениях по его молитвам были собраны епископом ростовским Иоанном. По благословению митрополита Феодора было установлено совершать празднование памяти святителя Леонтия 23 мая по старому стилю в день обретения мощей. Епископ Иоанн написал и канон святителю Леонтию. До 1609 года мощи святителя Леонтия открыто находились в Успенском соборе, но после того, как в смутное время поляки похитили гробницу святителя, они были положены под спудом в том же храме у южной стены предела во имя святителя Леонтия, где находится до настоящего времени. Святой Леонтий – один из самых великих святителей земли Ростовской. Он велик под действием земной жизни, как равноапостольный просветитель ростовского края. Он велик и на небе, как сильный молитвенник за землю русскую. Святитель Леонтий стоит в ряду первых преемников апостольского служения русской церкви вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой и великим равноапостольным князем Владимиром. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского, совершается собор Ростова Ярославских святых, а также память преподобной Ефросине Егумени Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, преподобного мученика Михаила Чернорисца, совершается обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной, Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова